Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! У расистов огромные потери. Если речь идет о Луганской области, то речь идет о сотнях у контрапупленных расистов. Причем подавляющее большинство из них это именно чмобики, которых могилизировали совсем недавно. То есть, как я и предсказывал, никакого вообще обучения им не проводят. Никаких бронежилетов. Каски, правда, есть, но это советские каски, которые можно каменюкой пробить. Их даже не кормят. И, собственно говоря, ими затыкают все дыры. А что именно происходит? Смотрите, могилизированные ранее мобики, которые из Донецкой и Луганской области уже отказываются поголовно, отказываются воевать. Они уже навоевались и, по сути дела, от их подразделений, которые на передке, с их стороны, остались рожки до ножки. Контрактники расистов то же самое. На передок не стремятся и пытаются любым способом от передка отлындить. Но их ценят побольше, чем чмобиков, потому что те хоть что-то умеют. Я имею ввиду контрактники. Поэтому командование их как-то немножко более ценит. И тоже не бросают на мясо. За кадыровцевой речи нет. Те вообще близко к передовой не подходят. Сидят где-то сзади. И там в основном в заградотрядах. И тикток. Они, короче, заняты, как обычно, там тикток. Вот. Соответственно, на передовую бросают чмобиков, срок обучения которых был от нескольких минут до нескольких дней. Ну, а на самом деле они ни разу автомат в руках не держали. И вообще не имеют представления о том, как, чего и куда там делать. Офицеры, которые с ними, это точно такие же чмобики, как они сами. Либо же недовыпускники военных училищ российских. То есть, понаустраивали они ускоренные выпуски этих вот 22-летних летех, которые должны были выпуститься попозже. Там кто через полгода, кто через год. Им сделали экстренный выпуск. Налепили на них погоны и отправили сдохнуть. Получается, что 40-летними, 50-летними, 60-летними алкоголиками с пузами на 12-м месяце беременности командуют 20-летние сопляки, не получившие должного военного образования. Ну, из этого всего компота ничего хорошего не получается. Это уже из писем и вообще обращений своих, самих чмобиков к своим женам, которые пишут «Рятуйте нас, потому что нас тут всех убьют». И эти жены сейчас бегают там под военкоматами с вырученными зеньками. Надо сказать, что еще неделю назад эти же жены с криками, воплями, соплями умиления провожали с цветочками, махали, кричали «бей хохлов», с криками «бей хохлов», конечно же, да. Провожали своих благоверных фашистов на войну и ждали посылок с Украины, со стиральными машинками, с бушными женскими трусами и с блендерами. Боже, неужели блендер ему придет? Боже мой, какое счастье, да. Этого всего не произошло. Да, забудьте за Бучу, Буча больше не будет. А вместо этого получились суровая правда жизни. Старшие командиры сразу же сбегают, сразу же, просто исчезают. То есть, любое, вот как только их поставляют на мясорубку, на передовую, у них получается следующая картина. Командиры там ротные и выше, все исчезают, просто их смывает. Они говорят, мы там через полчасика вернем, сейчас уточним обстановку, мы на совещании. И исчезают на сутки, их вообще не бывает. И вот эти вот лохопеты, которых засунули в укоп, я имею ввиду могилизированных, они остаются под нашими снарядами. И, чтобы вы понимали, статистика такова, даже наш генштаб это не передает, потому что, ну, доказать невозможно. Но из того, что мы слышим от них, то статистика следующая. Вот за первые сутки, например, из 500 могилизированных осталось 37, или 40, или 12 вообще. То есть, происходит просто, ну, если это можно так назвать, геноцид чмобиков. Они утилизируются с такой скоростью, что, ну, я так думаю, что они не будут успевать рожать следующих для Путина. Более того, российским зондеркомандам запрещено сейчас собирать трупы с поля боя. Смотрите, тут прямая зависимость. Я уже не раз рассказывал, что они пытаются переключить вот эти выплаты, которые раньше были погибшим, на какие-то, не на денежные отношения, а на чисто товарные отношения. То есть, кому там рыбу подсунуть вместо этого, кому барана, кому билеты в зоопарк или в кинотеатр вместо чмобика. Выплаты им пообещали там по 195 тысяч рублей, еще что-то, никто не получил, эти жены сидят. То есть, они дурехи провожали этих своих алкоголиков на войну и думали, что алкоголик пойдет, во-первых, украдет там стиральную машинку, трусы ей пришлет, блендер пришлет, сорвет со стены кондиционер у кого-то, плазму стырит из чьей-то квартиры. Но они не учли, что они попадут в Луганскую область, да, которая 8 лет уже вот такая, там уже нет этого ничего. Там уже 8 лет русский мир. Там кроме, в Луганской области уже, кроме бересты и кроме валежника, ты уже ничего не найдешь. Какие там плазмы, какие там телевизоры, ничего нет. Там русский мир 8 лет, это же не буча, цветущая при Украине, цветущая до вас при Украине. Вот там можно было что-то помародерить, в Луганской области мародерить нечего. Там уже русский мир прошелся, там такая же нищета, как на России. Но они этого не учитывают. Для них и Луганская область разбитая, размародеря на это предел мечтаний, предел любого мародера. Да, так вот они их отправляют на фронт, надеясь на то, что ее благоверного там кокнут. А она получит, вот положено ей там миллион, 7 миллионов, сколько им там Путин обещал. А трупы с поля боя не вывозят, от слова вообще. Зондеркоманды не дают этого делать и вообще не забирают, они там все гниют, их червяки с собаками поедают. Извините меня за такие вот подробности. Но видео, 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 видео с поля боя говорят именно об этом. А почему? А потому что нету тела, нету дела, я тысячу раз об этом говорил. Если нету тела, соответственно, то чувачок либо в плену, ему ничего не положено, либо дезертировал, ему ничего не положено. Либо вообще, фиг поймешь, либо вообще не был в Украине, а где-то там на России пьет водку, где-то там вообще не поймете. И все. И денег никаких не будет. Мало того, что их и так кинули, им там обещали подъемные деньги, никому ничего не дали. Вообще никому ничего. Вот, за подъемные забудьте. Так еще и гробовые не дают. Ну а что вы хотели? Россия всегда вас бросит. Слава Украине!